Несколько дней назад мир увидел просто невероятный клип Чайлдиш Гамбино или Дональда Гловера, американского актера, сценариста, продюсера, режиссера и музыканта. Название видео This is America, это Америка. Давайте разберемся, что нам хотел сказать Дональд своей песней и своим видеорядом. Меня зовут Настя и это канал Puzzle English Live. Песня начинается с хорового пения. Это напоминает госпел или песни чернокожих рабов. И это первая отсылка к рабскому прошлому. Дальше Гамбино начинает танцевать, строя гримасы и в самом конце встает в неестественную позу для того, чтобы сделать выстрел. Все это аллюзия на знаменитую карикатуру на Джима Кроу. А кто же такой этот Джим Кроу? Впервые имя Кроу появилось в песенке «Прыгай, Джим Кроу» «Jump, Jim Crow», спетой в 1828 году Томасом Райсом, эмигрантом из Англии. И исполнял он ее с вымазанным, сжженной пробкой лицом. Благодаря своей злободневности эта песня стала очень популярной и вошла в репертуар многих уличных музыкантов. А имя Джима Кроу стало нарицательным для обозначения бедно одетого и неграмотного чернокожего. Короче говоря, Джим Кроу это такой яркий символ расизма. Ну а еще имя Кроу связано с законами Джима Кроу. По которым даже после отмены рабства в некоторых штатах Америки, особенно в южных, жестко расписали права чернокожих, а также жестко обозначили запреты. Включая ограничения в учебных заведениях, отелях, магазинах, ресторанах, больницах, транспорте и прочих местах. А теперь поговорим немного о словах. Мы просто хотим тусить Тусить в твою честь Мы просто хотим денег Денег, которые только для тебя Я знаю, что ты хочешь отрываться на вечеринке Party just for me Тусить в мою честь Girl, you got me dancing Детка, ты заставляешь меня танцевать Все это обращение к Америке А надо есть Girl, детка В этом куплете Гамбина намекает, что социальные сети и прочие источники информации уделяют очень много времени и ресурсов именно развлечению людей и отвлечению от реально существующих проблем Все просто хотят тусить и ни о чем не думать Кроме того, многие Так называемые Бормочущие рэперы А иными словами, это те рэперы, для которых слова и лирика не имеют большого какого-то значения в песне Говорят о себе Мы делаем музыку для веселья, танцев Мы здесь, чтобы зарабатывать деньги Мы не сознательные, то есть социальные рэперы В общем-то, наверное, всем известно, что в США есть большая проблема с доступностью оружия Ну, это просто сродни вирусу И сцена с выстрелом в голову как бы нам об этом намекает А еще это намек на жесткие и часто несправедливые действия по отношению к чернокожим Когда полицейские ведут себя слишком жестко, даже из-за каких-то мелочей и часто остаются безнаказанными И вы заметили, как бережно на красном кусочке ткани уносит пистолет какой-то школьник? Да, оружие стало важнее, чем человеческая жизнь Теперь давайте вернемся к словам Вообще, sleep up это оступаться Это намек на то, что в случае даже какой-то легкой ошибки, когда человек сбивается с пути Его в Америке вряд ли поддержат Если ты оступился и падаешь, значит падай Значит ты просто слабый Посмотри, как я живу сейчас А tripping это сленговый глагол Он значит то, что человек слишком резко реагирует на что-то абсолютно незначительное Например, полицейский слишком жестко реагирует на маленькое нарушение То есть эту строчку мы можем перевести как Полиция глючит, полиция сходит с ума, полиция гонит Кстати, в 2016 году, по некоторым данным, чернокожих мужчин в возрасте от 15 до 34 лет Органы правопорядка убивали в 9 раз чаще, чем белых Пушки у меня на районе У меня есть strap Вообще, strap это ремешок, но на сленге strap может быть и пушкой А все потому, что для ношения оружия на себе часто используют ремень Am это такое разговорное сокращение для them Мне приходится носить их, то есть пушки, для своей самозащиты Amma это такое сокращение для Вообще, guerrilla это партизанская война Более того, потому что происходит в клипе, мы можем понять, что речь идет и о guerrilla Просто два этих слова почти одинаковые по произношению Это отсылает нас к известному психологическому опыту с невидимой гориллой Это тот опыт, когда зрители просили сосредоточиться на людях, которые передают друг другу мяч на видео И просили сосчитать, сколько раз этот мяч передают И в итоге никто не замечал пробегающую на заднем плане гориллу Казалось бы, как ее можно было не заметить? Ну вообще так же, как можно не заметить проблему с расовой дискриминацией, проблему с оружием и проблему с насилием в обществе Get the bag значит получить большую сумму денег И тут имеется в виду мешок с деньгами, как символ ограбления банка Такой желтый, разлинованный блокнот для рабочих записей Здесь это такое противопоставление нелегального, нечестного способа заработать деньги легальному, честному I'm so cold like yeah Cold это на сленге крутой I'm so dope like yeah Dope это то же самое, крутой, классный We're gonna blow like yeah Имеется в виду глагол blow up Задать жару, показать всем Grandma told me, get your money, black man Бабушка говорила мне, достань деньги, черный парень Опять же, речь идет о том, чтобы заработать много денег и демонстрировать свои богатства Как вы знаете, многие рэперы этим занимаются Сцена с расстрелом хора основана на стрельбе в Чарльстоне в 2015 году Когда белый мужчина расстрелял пастора и прихожан афроамериканской церкви This is a Sally, это телефон That's a tool Вообще, tool это еще одно сленговое обозначение для пушки Кстати, здесь речь идет о случае, когда в штате Сакрамента застрелили 22-летнего Стефана Кларка во дворе его бабушки Полицейские приняли телефон в его руках за пистолет и открыли огонь Оружием комбина называют еще и сами телефоны Потому что на них множество раз были засняты несправедливые случаи обращения полиции с чернокожими Вообще, honeyed это hundred, то есть сотня на сленге А вот band это тысяча Получается сотни тысяч долларов Опять речь о деньгах, деньгах, о большом количестве денег Contraband это контрабанда и, конечно же, имеются в виду наркотики I got the plug in Oaxaca Plug, так называют человека, у которого можно купить травку Oaxaca, это штат Мексики, печально известный своими наркокартелями They gonna find you that blocker Вообще, blocker это звук, которым имитируют стрельбу Из-за этого мы делаем вывод, что речь идет об оружии, что его также можно достать Ты всего лишь черный человек в этом мире, ты всего лишь штрих-код То есть ты никто, ты как вещь Имеется в виду foreign cars, иномарки То есть ты можешь иметь большое количество денег и ездить на дорогущей машине Но если ты черный в Америке, то ты все равно как бы никто Ты второй сорт Обратите внимание на написание dog На сленге это кореш-чувак А произносит это слово точно так же, как слово dog, собака Он так же сравнивает чернокожих американцев с большими собаками I kenneled him in the backyard Kennel значит загонять в конуру Получается, я загнал его в конуру на заднем дворе No probably ain't life to a dog Вероятно, собаки жизни нет А заканчивается видео тем, как Гамбина бежит по темному коридору А это отсылка к сериалу Get Out В котором было место, которое называлось Sunken Place Или подземное место Это такая ментальная тюрьма для чернокожих Мы очень надеемся, что насилия и неравенства в мире станет меньше Спасибо таким артистам, как Childish Gambino, за то, что заставляют задуматься Друзья, мы очень рады, что вы посмотрели наш обзор песни и клипа Подписывайтесь на канал Puzzle English Life И переходите по ссылке к нам на сайт С нами учить английский интереснее А с вами была Настя Catch you later! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ох, оех! Хан! Продолжение следует...